Сегодня у нас 2 января 2018 года, вот ожидаем гостей заход, Паль у нас тоже встречает. Мир Дому Вашему, Миром Привожди, Мария Васильевна, да как вы думаете, что приехал-то, да как вы вас дождались. Ой, а тут как-то еще, ну да красненькая, скажи, давай раздевайтесь. Так, сейчас давайте, сразу вот, чтобы в руке не держать, Татьяна, сестра, передала домашние эти. Ладно, 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 благодарим. Так, далеко ли вообще путь-то ваш, конечно-то? Ну, родина ваша историческая, потеряем. Так, сколько здесь можете пробыть? Час. Час? Да. А дальше? Дальше к сестру хотим попроведать, тоже, ну можем чуть больше. Ну, в общем-то, я в том, что мы правильно распорядились временем вашим. Ага, хорошо. Когда сейчас покормим вас, вот, побеседуем, что с рукой эта материя? Да только уехали, она упала, сломала, да со смещения. Она одна была дома когда сломала? Нет, внуки были. Но как она подвернула-то, не так наступила или сломалась? Она зачем-то пошла на сеноват. Это я знаю, как лестница, да вывернулась или как? Нет, она такая лестница, как в квартирах, ступеньками, все. Ну, на ней снег был. Она, видимо, там какой-то старое одеяло увидела, спасать его, давай повешать. И вот, я-то каждый день вон весят, вот, голубям влажил. Да, а та-то хорошая, там вообще по ней бегать можно. Ну, чуть-чуть снег. Так, давайте, вот, надевай баленки вот эти, которые комнатные. Но, в основном, на сках, что тут, Володя, потом еще найдем, познадеется. Надо к бабе Наде вас потом проводить, что-то маленькое побудование. Через кем-то. Давайте. Ну, как все-таки закончили? Хорошо. Еще? Громче-то говори, забегаться. Яна, отлично. Яна, отлично. Ах, ты молодец. А тебе похоже, Валейка? Ну, немножко. Немножко. Ну, слава богу. Так, девчонки, к вам вопрос. Когда вы уезжали, у нас маленький котенок был или нет Паля? Паля, Паля, Паля. Не помните? Что-то не помню. Такой коричневый, Палевый. Я его Паля назвал. Маленький, маленький. А вы когда уехали? Какого числа? В июле. Ну, получается, дом у Марка, свадьба была. Они в июле или в июле уехали? В июле, в июле. В июле, да? Да. У нас еще хрещения там не было. Перед крещением мы и уехали, да. Понятно. А у тебя эта жужжалка-то поднималась вверху целая? Целая. Ага. Давайте. Ой, скататься. Скататься. Может, прямо просто вложить тут еще чуть-чуть? Да, тут больше-то нет. Да ничего тебе нет. Да, это валенки-то я хотел... Паля, Паля, Паля. Смотри, ты тут уличные, вот незаконные. Ага, все, прошло. Все, испугалась. Сразу раз. Не надо, у меня вот. Вес, ну, надевай. Так, голыми ногами на то и наступать. Это уже уличные. Да, да, да. Это мы знаем, да. Смотри, а вон там тапочки лежат еще, вон. Тапочки вон. Вон там, под табуреткой большой там. Покажи, где. Вот так. Ну-ка. Где-то там, вон, что-то торчат. Бегай, где-то. Нет? А где они, Володя? Ну, там, под мешками где-то. Там, там где-то попал. Завалили. Сейчас глянем. Вон где-то еще не находит. Да, еще не. Да. Можно в замках. Ну, ничего. Где-то были здесь. На, вот-вот. Вот они, ага. Обрал я их. Так. Как нет, а ты? А тут у меня еще тапочки есть. Нет, тебе холодно. А, вон еще тапочки. А, вон еще тапочки. А, вон еще тапочки. А, вон еще тапочки. Хозяйский. Давайте тогда сюда, наверное, пройти будет лучше. Она кинулась за пали, а пали испугалась и в подпол сразу. А? Кинулась за пали, а пали испугалась и в подпол сразу. Убежала туда? Да. Она испугалась. Ну. Раз бы маленький-маленький там котенок. Он вырос такой, но замечательный. Садитесь. Так. Вы, что вам нужно сказать, узнать, сразу давайте. А потом я тут за вас примусь. Сказать, узнать. Ну, этот, там мама спрашивала у вас кое-что. Да, все уже принесли. Все, вот как бы. А, брат, вообще, знать, будете ехать? Нет. У нас, этот. А как вы? А прямой поезд. Садитесь. Так, вы сейчас с вокзала, ну, городском, да? Вот, что это у нас. Да. И вот трехтомник она просила. Да. Это вместе, с трехом внуком. Ну, там племя, ни племя, ни племя, ни племя. Ну, вот так положить где-то, чтобы не забыть. Да. Отдельно. Ну, да. Ладно. Надо эту шторку опустить. О, так сказать, мешается. Мешает голуба еще. Маленькая, показать голубей. Ну-ка, дай-ка, я покажу. У меня в комнате пара, чтобы барковали. Сейчас мы покажем тебе. Ой. Ну-ка, давай. Ой, какой хорошенький. Смотри. Ну-ка, подожди, вот сюда. Зайди, чтобы видно было ее. Василь, вот оттуда маленько, сбоку. Смотри. Ой, как. А у них тронет, не тронет ничего. Ой, как хорошо. Ой. О, не уто, маленечка. Ну, это понятно, с испугу. А на голове-то, видишь, какой он шильончик-то? Да. Вот они летят в воздухе, и вот так вот переворачиваются через голову. Это непростые голуби. Называется турман. О. Вот у меня тут еще один есть, но тот простой. Вот-ка. Смотри, какой, а. Опа, тоже улыбнул. Сезарь такой. Ну, хороший? Еще один. Вот так, ну вот теперь отпустим, пускай там побудешь. Вот этот. Сейчас мы сюда его поставим. Подожди. Ой, ты клюется еще, видишь, какой. Ой, сердится как. Ну, вот показал вам. Все. Да, может, там, маленечко, чуть-чуть. Там бумажки вот, возьми. Сейчас я оторву. Это, что мы передержим, такое бывает. Ну, когда мы выпускаем, мы знаем, там, где это все выстрел. Вот так. Вот. Ну, давайте, смотрите, где присесть-то вам можно было. Наши ресурсы-то смотрите? Смотрим. Каждый день. Сегодня я поставил, тут два интересных ролика будет. Один о крещении. Князь Владимир какой избрал. Господи. И другой, вот, это называется Максима Степаненко. Он сильно выступил, где-то там, женщины, которые одинокие, без мужа, и там таким делом занимаются. И в церкви это дело-то. Ну, вот я все это объяснил. А это вот у нас готовятся они к новому, там, к рожисту. Видели, нет? Нет. Не видели, еще не смотрели. Посмотрите, как у нас идет. Господи, Иисусе, Господи, Боже, благослови наше занятие. Это одно воскресенье, чтобы в следующем ходу, это будет 31-е, когда мы можем вообще что-то подготовить и править. Сейчас у вас школа, я знаю, у вас сейчас контрольные, вам учить некуда, но с 31-го до 7-го будут каникулы, и вы тогда все выучите, поэтому не торопитесь, хорошо? Вот видите, Неста. Сейчас, давайте все там. Ну, помните его? Неста, а это кто рядом сидит? Контрольные, а что это кто? А это что за парень такой? Тарас. Тараси. Тараси баловной-то, вот он сидит рядышком. Вот, стихи тоже выберите за неделю. Вот, стихи тоже знают. Вот она сейчас поднимет твердую, теперь вы его увидите. Вот он. Следующий выходной, это будет 31-го, когда мы можем вообще что-то подготовить и править. Терево, понимаете? Сейчас у вас школа, я знаю. Вот это вы знаете, кто это? Агния. Это Агния. Наталь, Фрося. Я знаю, вас сейчас контрольнее, вам учить некогда, но с 31-го до 7-го будут каникулы, и вы тогда все выучите, поэтому не торопитесь, хорошо? Вот вы показали вам, как они готовятся будут сейчас. Вот вас-то нету, а то вы тоже вместе были готовились. Ну, мы хотим в Потеряевке Рождество встретить. Рождество в Потеряевке хотим встретить. А-а-а, ну что тут получается, второе, 5 дней. Да, поживем. Так вы поедете поездом, и вас ночью встречать будут? Да, Алексей встретит, сказал. Понятно. Значит, вы сейчас отсюда куда? К сестре, к Марии. К Марии, туда, к Севастьяну, да? Да, да, понятно. А от них уже, от них прям на вокзал. От них на вокзал и поехали. Он отвезет вас. Я нескромные вопросы спрашиваю иногда. Да? Во что обходится сегодня поездка эта вот? Поездка, ну, так, ну, билет на самолет. Вот вы в один конец, в другой. Когда вернетесь домой, на сколько ваш карман тощий стал? На сколько, ну, где-то, ну, на полторы тысячи долларов где-то. Полторы тысячи долларов. Ну, вы все выгадываете это и думаете, что это оправдывает себя, поехали? Конечно, я вот семье хочу показать, как наши родители жили, понравится ли нам там жить в перспективе, вдруг поедем жить. Я пишу письмо сейчас туда, Роману. Я тебе вслух нахожу. На Володином доме, я там проводил электричество, где девчонки спали где, наверху у меня голубятня. Другая голубятня, которая высокая на той стороне, я ее перетащил сюда, туда зимой опасно. Две, получается, как в одном. Значит, фонарик у тебя нет, там найдешься фонарик. Пойти лучше всего вечером. И там лестница, зайти днем, посмотреть, как, аккуратненько поставить, еще не шибить, не задеть там, где кормушку можно там оторвать ее. Она висит на маленькой, по одной алюминиевой проволоке, вот такие вот кормушки с шинистой, голубям. Почему? Иначе мыши выше все зайдет. А мыши так никак не могут попасть, она вверху. Даже если они по балке пойдут, то упасть там она много не съест. Вот, посмотри, сколько там у меня голубей. Есть нет потери какие-то. Потому что, ну, раньше у меня было там, кто занимался, сейчас они друг другу передают аромат. Посмотреть, побудить к этому. И если не трудно будет, там лыжи, может быть, есть у них. Сходите на пруды, на котором ты работал, на Южном. Если можно там, у кого фотоаппарат есть, чакнуть. И дальше, где мы работали. Меня интересует первый мостик. И идет ли вода сейчас. Потому что родники, они зимой не останавливаются. И как они идут? Ниже льда идет или поверх? Меня просто интересует. И где, главное, шлюз с одного озера, с большого, там, второй мостик и сюда. Они пониже маленько даже сделали прорыв. Потому что весной вода может бурно пойти и там опять размоет. Но у нас запасной был почти метр. Даже самый верховый уровень. А там, когда идет, плотина маленько в отоходах. На самом близком уровне почти метр. Но дело в том, что, когда весной идет вода, то она поверху идет. Если бы она шла подо льдом, она бы подняла лед, то лед никуда не денется. А сама бы, они соединятся между собой каналом. Два пруда. Канал. И вот дело все в канале. Мы это сделали, как надо, перекрыли. Но вода, они зимой прокапывают весной трошей туда. Чтобы она, иначе так, как пойдет вода. Все ли у них там обделано? И на, там, Рыжковский пруд тоже. Пройти везде. Встать на лыжи. Пойти хозяйским взглядом посмотреть. Мы вложили туда очень много. И как сохранить, сумеют они или нет. Тебе все, некуда сесть? Я уже постою. Да ну, что мы сейчас возьмем. Подожди-ка. Аллади возьмем. Беги за стул. Возьми. О, садись. Чтоб тебя видно было. Значит, других наказов нет. А остальное там все на месте. А Роман эта длинная, эта машина была, продал. И как у него там дальше будет, мы, не знаю, он как-то был. Тут много набрал. Стал и КамАЗ с прицепом. И пенопласт. И все весной, чтобы начать строиться. Я нигде ни совета, ни еще не даю. Он сам все знает. Вот такие самостоятельные, как Василий, они сами все делают. Чтобы делать это максимально хорошо и максимально дешево. Иначе ничего не сделаешь. У Леши там это понятно. Там ты уже был, знаешь. А тут он успел пундамент на эти столбы заложить там. Зимой, конечно. Можно было делать из бруса. Но у него там что-то сейчас не делается. Не знаю почему. То ли не с кем, то ли и что. А Витя, знаете, что он уезжает? Слышали, да. Слышали. Ну, с ним побеседовать. А Витя что? Тоже где-то отдельно спросить его. Вот этот домик, где я живу на Сквореченьке, это мой домик. Он мой, мой там. Там его ничего нет. У Витяного там гвоздя нет. Но он оформлял. Там земля, что. И сколько он заплатил за него, я ему практически отдал. А дело было так. У него денег не было. И я помог ему приобретение дома. Как бы дал 50 тысяч. Но сказал, только на дом. И никуда не ездить. Если у тебя деньги нет. Какая езда-то? Ты ездишь, потому что у тебя есть деньги. Если поедете, 50 тысяч. Он поехал. Поэтому то, что тратил на землю, те, которые я дал деньги, он мне не должен. И здесь он не должен. То есть в доме оформление теперь как бы мое. Но дом-то на него оформлен был. Как он это сделает? Надо сделать так, чтобы он не был оформлен на него. Вернуть его там на меня или как-то тут. Я тут уже распоряжусь. Почему? Он не один. И поэтому отвечать, как там будут думать, я не могу. Надо сделать так, чтобы он был. И машина. Машину я тоже на него перевел. Машину он там сколько-то вкладывал. Ездили мы тут все вкладывали. Главное то, что я вложил туда. Она обошлась примерно в 730 тысяч у нас. Газель. Газель, она там стоит. Чтобы он ее сделал так. Не просто доверенность, а переопорвать. На кого? На Андрея сделать. Андрей. Когда надо, куда поехать-то. Это же не... Там семеро человек, там грузы. И грузов там с лишним 700 килограмм можно взять. Почти. Больше даже. Чтобы он два вопроса. Дом и машина. Витя как-то обдумал. То бишь, я ему передать вопрос. У него все там есть. Это подтолкнуть к размышлениям. Как посоветовать и как это сделать лучше. А то так он уедет, а то все зависнет и будет неприятность. Что Витя-то уезжает, просто никак не вмещается. Никак. Как я говорил, самое последнее у тебя, что может быть, худший вариант. Ты поедешь куда-то. Ты ни языка не знаешь. Да где-то обидно, чтобы за бабой мужик гонялся и ездил. Чего ради-то? Это нигде даже мировой истории нигде нету. А зачем туда ехать-то? Ни работы, ни жилья. Ты все время чужой. Кто тебя примет на работу без знания языка? Поэтому приезжающие всегда изучают язык где-то. Его уговаривали, тут и батюшка, и все, что до лета дотяни, школу тебе преподаешь. С таким трудом мы школу-то нынче отбили. И дальше подают заявление на год, ну, что-то там, отпуск взять. Ребятишек-то нет там. А дальше будет видно. Никаких я сейчас поеду. Он тогда за ней съездил, привез, она опять туда. Я не вмешаюсь, ничего не знаю и говорить не могу. Но знаешь, что так не делается. Это определенно. А это не годится. То есть по любой форме рассуждения, это не мужское дело. За живой бегать. Я ему говорил, когда она решила первый раз уезжать, ты хочешь, чтобы она ехала? Нет. А зачем же ты провожаешь-то? Какой же ты мужик? Мужчина это не подкаблучник. Если жена его растоптала, мужчину уже размазали, как говорится, то уже ждать нечего. У него после этого выхода никакого нет, как только со свету сам себя сжевать будет. Это неслыханная вещь. Она сейчас приехала, думали, что это все. Нет. То кто-то не любит, то-то сказал. Там Ангелина там что-то сказала, то платья там нету. И потом не стала ходить. И то есть я только слышу. Ну, слышу от людей, как от батюшки. Достоверное сведение. То есть это абсолютно никуда не годится. Никак. Она вернулась. Опять все это хорошо. Все приняли. Что-то ищут люди больше. Я не могу дать больше. Я люби ближнего, как самого себя. Я там не живу. На меня никакого обвинения это не может быть. И ты хорошенько, если можешь. Он не говорит. Батюшка говорит с ним. Он сидит, как будто не слышит, не видит. Как вот совершенно отрешенный. Ну, ты мог хотя бы сказать. Она уехала. Даже слова не сказала. Там ночью и все нету. Да разве так делает? Принимала здесь крещение. Здесь бракососочетание было. Столько получила. И совершенно показывает себя отчужденным и чуть ли не враждебным. Это никуда не годится. И благословения в этом нету. Ребенок один. И за ребенка одного. Если тебе дети мешают в Царство Небесное идти, прощайся сегодня с детьми. Бог сделает так, что ничего не будет. Он одним махом все выметит пустое. И ты тогда будешь спасаться. Я констатирую факты, как это в жизни было. Считай, что тебе святого апостола Фомы. Он пришел, молодая, читает там где-то. А он глаза-то закрыл и видит. Будущая судьба. Дети подрастают. Дети злые такие будут. И больные. Он говорит, тебе злые дети нужны. Так зачем они? И больные будут. Они будут лежать на постели. Вот такие у вас будут дети. И он их развел по разным углам. 5 октября жития. Апостол Фома в Индии был когда. Ну, это жития. Я не придумаю где-то. И поэтому будущее всегда строится на послушании. Без совета любое дело расстроится. Вот вы поехали. В прошлый раз мы молимся и прочее. К слову сказать, вы на бракососочетании там были. Мне я отдавал аппарат свой. Там снимали. Привезли. Игорь снимал там сам. И кто-то помогал ему. Но я по сей день не могу выставить. Чушь так. И невесту-то раздели. А у меня столько знакомых мусульман и другое. Показать-то страшно. Только показать, что я умер. И тогда уже показать. Да разве это можно было? Стояли одеты без платков дальше. Пошли уже как есть. Как будто бы мирская какая-то свадьба. Зачем это нужно? Весь лифчик все видать. Да разве это годится? Вы были там? Да. Были. Почему никаких мер не приняли? Чтобы мигом переодеть. Как это? Наш человек. Я говорю не о посторонних. Она еще нашей общины. Она тут родилась. Мы знали это все. Вы же видели. Обстановка совершенно не божественная. Невесту-то ее наоборот скрывают. У нас когда бракососочетание даже у Виктора было. Ты видел как? И здесь. Я не могу выставить по сегодняшний день. Приступлюсь, гляну. Глаза закрой, опять положу в ящик. Вы свидетели были рядом. Вам можно было. А ничего не сделаешь. Это неправда. Неправда. Вот мы приехали в Шарщино. В библиотеку сдавать. Я приехал. Дарю книги в библиотеке. Она подошла такого высокого роста женщина. И я ей говорю. А я гляжу. Она накрашенная и в брюках. По-кабычкам, наверное, мерзкие это. А она на шаг не отходит. Так прям привязана. Нравится ей все. Я говорю. А у нас вот не принято, чтобы красились. Женщина, если красоты Бог не дал, зато он говорит, на полтинник ты ее не купишь. Полобала. Обала-то у них денежная единица была. Лежу ее где-то нет. Маленькая погодя лежу, появилась. Никакой краски нет. Все сняла. Я говорю. И сережки не носят. Она ее все скинула. А у нее рядом кабинет. Ну, потом, маленечко, я тут повернулась где-то. Я говорю. А вот в Библии написано, в Тарзаконе 22.5. Мерзость перед Богом. Когда женщина носит мужскую одежду, а мужчина женскую. Что-то я тут коснулся, ее опять нет нигде. Она недалеко живет. Пришла, длинное платье, все. Совершенно чужое. Не нашего круга. Первый раз мы встретились с ней. И только одно слово сказал. А здесь столько слышать, столько видеть и делать все по-своему. Ну, тут уже ответа никакого нет. Тем более, бракососочетание – это будущее. Это не на один день делается. И вот меня даже уже не спрашивают, почему, дескать, не выставляете. Без платка, дальше все с нее скинули. Здесь все светится. Здесь это… Ну, никак. Я когда увидел, еще только попищарился. И никого не было. И батюшка там был. Да вы, какие вы тогда есть. Ну, не трудно было сказать. Сразу отвел в сторону жениха. А жених-то мой родной племянник. Она, она для нас родная из родных. Никогда ни одного замечания за ней не было. В один день раздели. Да как вы отвечать перед Богом-то будете? Как вы Бога не боитесь? Это мирское все, чтобы делать. И пока увидели, сейчас как делать. Шлейф, там платье длинное, а здесь на сиськах держится. Платье спадает. И еще дальше все голые плечи. Это что, по-христиански? Ты посмотри, настоящее-то. Вот у нас было бракососочетание, как одеты. Тебе охота узнать, как в мире? Посмотри, как у мусульман берегут их одеты. И никого как будто не нашлось. Ну, кто-то подошел, сказал, нет. И отец там, и мать была. Никто не один. Что с вами? Вы же видели, сколько людей было приглашено. Сразу же подошли, так это кто сделал? Это немедленно, убери другую комнату, переодень. Надень что угодно, только закрой себя. Не трудно это было. Костюм наделали бы, еще-то хоть, ну что-то такое. Свитер надеть, ничего нет. Это специально сделано было, чтобы невесту рассматривали все. Ее видели. Что груди как башни. И это все хорошо. И груди нужны, и все. Но это не для мира. Это принадлежит только одному человеку. Вы понимаете, что я говорю? У тебя свои рядом сидят. Мы как-то говорили, Севастьян говорит, у меня сейчас подрастает. Я уже не знаю, что делать. Как это будет дальше? И она выйдет сделать то, чего ты не хочешь. И телом своим будет распоряжаться, не как ты хочешь. И что ты на ней власть имеешь. А на женой этой власти нет. Это Крестью Арсената Лев Толстой объясняет. Это о прошлом я говорю. На будущее. Там уже ничего нельзя сделать. Ну не поставим фильмы. Или будет момент, когда мне уже все это приезд. Я там махну рукой и поставлю. Еще не сделаешь. Селом Барайгард не затащишь. Когда венчание было, нормально было. Пришли, все с себя скинули. Даже наши там были. Отсюда и платки сняли. Там под рукава вот такие вот. Почему я должен объяснять это? Это внутри человека. А то это от всей... Это внешне неважно. Главное до сердца. Так это от сердца-то и идет. Сердца мы не видим. А вот как ты оделся, как ты искажаешь себя, как ты бреешься. Это как раз и видать. Сердце. Сердце мое к ней расположено. Она и красится там, все делает. Почему? Сердце ей подскою. Так это мирское. Сердце, глубокие воды, мысли. И кто их вычерпает? Сердце. Всем умом, всем сердцем. Сердце это не... Там... Сколько там? 150 грамм или сколько весит. Это не этот кусочек. Это внутренний твой мир. От него это все зависит. Вот мы ездили, когда... Раньше было. Я поехал, со мной едет одна женщина. Она мне была очень близкая. Тетя Тоня. Она была как бы беспризорная где-то. Там случилось, муж ее выгнал, четверо детей у нее отнял. И она пошла в подпольное христиане православное. И она со мной ездила. Умная женщина, грамотежка-то маленькая, но до того она послушна. Их там... Они были подпольные. И она ни шагу не сделает. Нигде. Ну, видя, я рассказал ее биографию как... А ее там в аптисты, адвентисты, в сторону отвели где-то. Я где-то там занимался с другими. И они ей деньги ставят. И она говорит, ну, я возьму. А дальше-то куда? Ну, как куда? Вы с Игнатием едете? Так нет, он сказал. Если тебе хоть рубль возьмешь, дальше уже не едешь. Ты с этими людьми остаешься. Тебе все, что есть, дали. Блажение давать, нежели брать. Все, ее ни с чем нельзя было сломить. Когда суд шел, у меня же материал-то пленок, две с половиной тысячи часов, только один человек, она все прослушала. Одна. Ей мудрость Бог давал такую. Одна знакомая там с Новокузнецка, или с Прокопьевска присылает. Девушка познакомилась с каким-то парнем. Ей прислали. Подходят они друг другу или не подходят? Ну, что подходят? Это не ложка с чашкой. Я посмотрел, они чужие друг к другу. Я говорю, знаете что, дайте к тете Тоне, поехали. Я оставил. Она маленько погодя вышла, говорит, а что ты прислал мне? Они совершенно чужие друг к другу. Понятно, вот Бог дает прозрительность. Внутренний мир с человеком. И они, правда, не стали, мать не стала настаивать. Она теперь вышла замуж за священника, матушка. Она прислушалась. А другая не прислушалась. Она по сегодняшний день слезами разомывает свои колени. Вот так. Я делюсь с вами наболевшим. Когда вы где-то будете, оставляйте свой след. Чтобы видно было, хорошо, что вы были. А то ничего нельзя сделать. Я на это отвечаю. Да ничего еще не делали. Ты маленько-то глянь. Как оно будет дальше-то? Сам ты не можешь предложение сделать отдельно. Посмотри, кто там влияет, кто там за Тамаду, за руководителя. Я конкретно говорю уже о таких моментах. Меня даже не спрашивают. Батюшке позвонил один священник. Ну, там ты ездил-то. Ну, где фильм-то? Он ко мне подошел, батюшка. Не поднимается, рука выставит. Что ж вы наделали-то? Это навсегда. Какие можно было примеры показать? Ну и зачем? Дружба с миром не совраждая против Бога. Дружба – это самый настоящий экуменизм соединения с миром. Это на домашнем уровне, на бытовом. Вот так с тобой делюсь тем, потому что ты хозяин. На будущее имей, потому как впереди мы не знаем, что и как будет. Чтобы вот так, как он вот есть, вот так были закрыты. Все у них есть, все по форме одеты. Ну, на лето-то собираемся. Готовят вам здесь место-то. А то собирается Коля, Марина была с одной рукой там. Там еще кто-то звонит. И с каких мест уже звонили? Не знаю, из Канады уже спрашивают приехать. Как им понравилось очень, оказывается. Побыли-то. Помните, Егор-то у нас был. Ну и там Маша. А это Елизавета, кажется, отзвать девочку-то? Да. Да, Елизавета большая. Вот так. Так, ко мне какие вопросы? А если летом приедем, голубей дадите несколько? Голубей? Там. Там, да. Там прямо на месте. Но надо будет ночью взять, посмотреть, чтобы пары были. Пары. И как довезти? Коробка. На границе могут остановить, если справки нету. Разберемся. Но это дело другое. Чтобы не было так, это... Да, можно кем-нибудь с коробками там заложить. Они за сдержки, вот эти коробки, чтобы дышать-то им было. Сколько там ехать? Ну, там зерно насыпать и не выпускать, пока дома в голубятню не запустишь. На длинное расстояние я не возил голубей. Но знаю, что... Это просто любительские. Мы были в Тобольске, и там встретился монах. Один с нами познакомился он. Или мы с ним познакомились. И он голубятник. Так его там где-то теснули, но у него прямо в келье голуби летали. Мы летали, значит, там было что-то от голубей падает. И у него столько корма там всякого разного. И как он дорогой вез. Я, говорит, верхний перья перевяжешь так вот, она лететь не может. Я все как надо сделал их. Посадил, вскрыл, ничего нет. Они где-то как-то открыли. Приходит проводник, голову его тут воркует. А это еще такое. Я, говорит, полуста, ой-ой-ой, еще тут есть. Я уже с проводником кое-как уладил. Из другой республики, из государства, там на границе ветеринарная служба не пропустит. Это надо справки иметь. Вот мы ехали с собакой. На него там все справки, прививки. Чип у ней был в загривке. Чип. Ее можно в любом месте было считать, найти. Вот так. Так, что еще от нас нужно? Чтобы мы остались не должны. Сейчас за стол давай, Володя, сядем. Да, вот повидаться. Ну, повидаться, все. Я, если ничего больше вас спрашивать не буду, то не должен ничем, да? Спасибо, Христос, ничего. Так, ну что, за стол. Давай. Так кормите постоянно пищу. А вот хотел узнать, рассказать вам хотел этот. А? Рассказать я хотел. Ну, давай. Мы вот на службу ходим, а после службы к баптистам ходим. Вы как вот к этому относитесь? Мы всегда так делали. Да? Да. Но только у тебя должно быть внутри так приготовлено. Пришел, никаких разговоров не веди. Если разговоры вести, то со знанием дело. А они не церковь. Это хорошие люди. Они не церковь, у них нет священства. А это все самозванцы они, которые, они рукоположения с апостолами не имеют. У них начало 1639 год. Джон Смит. Это 17 век. До 17 века ни одного баптиста на земле не было. Никто это не знает. Рот закрывай. Вот так. Мы ходили, у них четыре. Кажется, в воскресенье у них было два собрания. И среди недели два-четыре. Мы годами ходили, не пропускали ни одного. Сходим и прямо из храма сразу идем. Ну, мы ходили-то, ходили. Мы говорили. И вот Олегкина пришла. Теперь вот этот Виктор. Это все оттуда пришли. Мы не просто ходили. Мы работали с ними. Сколько из них людей пришло. Ой, какая они панику тут наводили. Мы выходим во двор. Если кто-то ко мне подойдет, прямо хватает и толкает от меня. Не подходите к ним. Это волки пришли к нам. А то растетя. Ладно. Прямо это. Это так они хорошие сидят умильно. Но когда им правду начинаешь говорить, они как бешеные делаются. Притом везде одинаковые они. Как православные. Такие же. Ничего не отвечают. Ну, и один как-то приехал здесь. Кустав. Фамилия его с Павлодара. Ну, обычно в конце они братьям и сестрам в наша община. Хор хору передает привет. Я тут вот проездом. Ни один не подходит. А я его знал. Леонид звать. Я говорю, что он вышел. Стоит. Все проходят мимо. Никто. Я подошел. Вас никто не пригласил. Я говорю, пойдемте ко мне. Я недалеко от вокзала живу. Я православный. Как только увидишь, что я с ним говорю, сразу подбежали. И, брат, нельзя к нему подходить. Он говорит, нельзя, это такой человек. Он говорит, понятно. Я остался на улице. Никому не нужен. Меня человек пригласил. Почему же я? Так что отойдите от меня теперь. То есть, момент, когда никто не пригласил. Он один на улице стоит. Я закона нигде не воровал ничего. Ему негде ночевать. Он пришел. А у него ранения какие-то были или еще там, не знаю. Он говорит, знаете, я в гостях сплю очень плохо. Тут как-то так. Ну, я говорю, мы помолимся, чтобы Бог дал сон. Я говорю, дороги устал, что. Будильники поставил. Мне кажется, два будильника кала головы. Посидели. Он лег спать. Будильники возгремят. Не может встать утром. Он встал. Никогда нигде в дах не встал. Почему? Молитва и благодать Божия. И вот через него теперь я проникаю туда в Павлодарскую. Общину отобеду беседу. Куда бы он ни приезжал, он всегда заезжает ко мне. Я так и знаю, что он баптистом остался. Но этот человек, который никогда не будет хулить православие. Он другим начинает рассказывать. Вот это миссионерская работа. Миссионерская, это не то, что я тебе сказал, ты еретик, переходи к нам. Это старобрядцы. Все, у них больше ничего нет. Ты еретик, переходи к нам. Вся проповедь. Ты же человек. Ну вот так, еще что у тебя? Ну вот на службу эти, Евангелие распечатываю на русском языке, на листочек. А тебе нужны вот такие красные, которые у нас? А есть еще. А? Есть еще. Есть еще. А то там можешь потерять. Я кому попало не дарю их. Так вот закрывай сюда, когда позеваешь. Вот так. Ну смотри, а то у нас там, я скажу, тебя откроют. Как бы на своей машине ты был. Да, у нас там по 10 килограмм только начали. Человека. Понятно. Так. Старшему сколько у них, которым книги идут? 14. А, старшему 21. 21? Да. Большие уже. Так, скажи, скажи, береги, эти книги кончаются. На них спрос только послали в Израиль, в Испанию, в Италию, а так все. Они кончаются. И сегодня издать абсолютно невозможно. По сегодняшним ценам я посчитал. По сегодняшним деньгам. Вот это вот то, что у меня есть, тут показано. Вот они сидят, вот книги, видите где? Вот они, вон. По одной книге это каждый том, как идет где-то. Это 38 книг. Это мне бы по сегодняшним деньгам, вот это вот все сейчас издать, это примерно 50 миллионов. Миллионов рублей. А если уже по большому счету, с переизданиями, потому что вот это у нас второе издание, третье, почти под 65. Вот у меня 4 тома стихов. Они уже все стоят, но издать я пошел не смог. Все за миллион захватывает. Это бумага и все прочее. Тем более тираж маленький, дорогой. Как бы было 100 тысяч, они были бы книги подешевле. Ну общая-то сумма была бы больше. Сходил, у меня так 7 книг в интернетной версии стоят. Нашлись люди. Я 37 лет молился, чтобы Бог дал помощников. И наконец, нынче внезапно пришли 3 человека, друг друга не знают. Это одновременно. И взялись у меня по сайту работать. Златоуста выставляют. Вот я сейчас... Вы видели, что выставляют? Да, да, да. Что Библия начитана, Архипелагула, Каноны. Это разные люди работают. То есть аудио, а они превращают в видео, что можно оставить роликом. Я этого не знаю. И как сделать, она в самой странице перелистывается там с музыкой. Еще вот по сайту там этот... Да, я тебе который посылал. Григорий Дьяченко есть. Это я еще... Это я получил, но еще не делал. А вот где Григорий Дьяченко, там 4 файла есть. Их и заведомо не стояло. Я с Третьяковым Игорем связывался. Если их нет, то на этом оставить. Никто искать теперь не будет. Не будет, да. Это Григорий Дьяченко, там 4 файла. 4, да. Нет, я бы мог где-то достать у Игоря или где там архив я отдал. С Игорем я связывался. Он говорит, все, пересмотрел, нету. Уже ничего не... Мне просто время нет. Это столько времени... Вот я встаю здесь, 2 часов еще нету и все. А они в 4.40. Мне 20 с лишним часа надо, пока я с почтой разберусь. Нынче как-то необыкновенно много людей, которые... Ну просто касается кого Господь. И звонят, и книги выписывают. Вот так. И значит, старшему ты скажи, ты отвечаешь за книги. Чтобы эти книги нигде не валялись. Лучше всего, чтобы они их обернули в бумагу. Потому что эта верхняя, она стирается, и не будет даже надписи видать. Это по золоту. Они ее не могли туда впаять, как есть. Чтобы он перев... Ну знаешь, как обложку... Да-да, конечно, обвернули. И все. И берег. И другим давал, скажи. Но хозяин ты будешь старший. Старший, хорошо. Да старший хозяин. Он сейчас в армии. А эти, чтобы отдельные, когда... Только под его присмотром. Не так, что там ребенок. Маленький не смотрели, он начеркал эти книги. Нет, маленький. Самый младший он-то, сколько, 12 лет. Я могу сказать прямо. У нас в России президент Путин. Но кто может сказать, что лично им изданные книги в его библиотеке? Показывали по телевидению и показали мои книги, там они стоят. У Патриарха. В центральной библиотеке, в библиотеке Ленина в Москве. В Москве в исторической, в Москве в парламентской. То есть мы проехали... В Дане вот книги отдавал, а которые принимали, сказали, сразу даем в Королевскую библиотеку. Наши книги шагнули не на один шаг. Тем более, когда человек понимает, считает, это не роман какой-то пасторальный. Тут все написано так, чтобы душа могла обратиться. Ну все, Володя, тебе помощники нужно на стол собирать? Нет. Ну все тогда, давайте. К Надежде Васильевне хотели. Они же еще к Надежде Васильевне хотели зайти. А к Надежде Васильевне? Ну. Так и сказали ей? Нет, ничего не сказали. Так и что? Давай тогда туда, у нее места больше? Больше. Ну больше. Тогда туда обедать. Ну и что? Давай я тебя заберу в машинку-то. Иди, сходи и скажи, что тебе нужно. Так, минуточку. Я сейчас буду с вами разговаривать еще. Так. Вот эта девочка, она послушная, нет? Всякая бывает. Послушная? Это очень важный момент. Если послушания у человека нет, надо ввести в эти рамки. Вот меня как угодно осуждают. Все понимают, в лагере был порядок. Я старался создать стопроцентную защищенность ребенку. Не обзываться, не драться, ничего не было. И они уезжают у меня. Это не день, не два. За 45 лет, за 45 лет ни одного повреждения. Никто не утонул, никто не отравился, обедками не кормили. Ну как могли, так и старались. Конечно, это благословение Господне. И нынче, вот в прошлом году, когда Роспотребнадзор на нас нажал, мы перешли в деревню. И приезжал начальник уголовного розыска несколько раз летом, но к нам даже не заходили. Говорили, вот они вам нанесли, теперь ничего не нанесли. Мы свободно общаемся. Так, притом это, скажи, что в течение 10 минут было подготовлено. Так, вы еще не знаете у нас какая тут игрушка-то есть? Вот смотрите, я сейчас вам покажу. Вот у вас, наверное, такой дома нет игрушки-то. Ну это вот у нас так. А теперь смотрите, я вот здесь вот кнопочку нажму. Смотрите. Вам понятно, нет? Вон дядя Володя пошел, вон он стоит, вот он, вот он ходит где. Вот открыл. Видите как? Если это надо, мы сделаем, вот любое здесь сколько, раз, два, ну сколько здесь, восемь. Но из них у нас здесь уже шесть. Шесть. Смотрю, тут добавилось на угол. Да, шесть. Сказать точек откуда? Вон ваши там вещи лежат. Ваши? Да. Синие, красненькие. А что там? Вот там он на улицу выходит. А вот это вот в храм заходить, вот это под лестницей. И можно увидеть. И один раз мы увидели, как человек через забор ночью перелез к нам сюда. И мы наблюдали дальше, как он ходит, и что было. Это увидели. Ты что-то украсть хотел? А? Украсть что-то хотел? Человек украсть хотел что-то? Ну, нет, украсться не было. Потом двое зашли стучаться только к Надежде Васильевне. И к нам, когда встали, мы закрылись, они не вышли. Я потом этих людей видел в городе, два мужчины. Ну, Господь милостивый. И при том, видишь, как, вот отсюда сведения могут сразу поступать в другое место. Отсюда прямо идет туда, и эта съемка день и ночь может идти. На 4 каждого месяца запас. Это вообще удивительно. С какой стороны вот здесь есть даже вот напротив нас, вот дома, вот эта сторона точно по стене сделана. И там все видно. Я вот могу сделать, там посвяти-ка. Я покажу сейчас. Туда показывай. Вот мышка-то другая. Это не та. Вот у меня мышечка, мышка другая. Вот сейчас я... Вот Володя пошел, вот где он сейчас может выйти. Сейчас, вон, видишь, где дверь? Вот она. Вот ваши сумки. Все видать. Смотри внимательно. Вот так. Теперь мне надо выйти теперь отсюда. Ну, а ты видишь, вот, лесец, а ты голубям я лажу. Вот оно все. Теперь вот это вот так в храм заходить, она маленькая. Ну, теперь кто пришел-то, ворота наши. Да, мало того, ко мне один зашел и говорит, а вы знаете, что все, видать, где там были-то, как мы снимали-то где-то. Оказывается, наши ресурсы, все везде снимается. С 10-го года за вами следят. Это где-то в Америке или где-то там база данных-то. И каким-то образом это показали. А ничего за нами нету. Нету. И показывают нашим домом. А вот это вот, я думаю, здесь, прям как будто на улице вот здесь вот находятся. Ну, только фотографии какие-то такие, как будто бы это не фотография, а пространственная. И он говорит, это специально машина едет, и она вверху, у нее несколько этих, которые снимают, на поворотах делают, через каждые 30 метров останавливаются, и все это снимают. И все это в одной базе данных. Сейчас вот боятся там. Google. Да, это еще не надо бояться об этом. Про нас так и все знают. Еще нигде нет. Вот смотри. Я там мог бы даже найти, показать. Вот это под лестницу вот это идти сейчас туда. Вот она. А вон они ворота. Вот качели. Все это, видать. Видно где. Ну вот. А вот это на улицу, когда выходит. Или вот это вот дом напротив. Вот это. Главное здесь вот. Мы перепели вишня, росла и все спилили, чтобы дальше было видно. Наблюдение прямо вдоль стены. Даже к стене прижмется, и все равно его там видать будет. Это удивительно. Ночь, темно, и идешь, все видно. А здесь видно. Там, на улице я рядом, ничего не вижу. Ну там какое-то инфракрасное или что-то. Когда сейчас там принимают закон, в Российской Федерации уже проголосовали о том, чтобы база данных была для всех. Там панику подняли. На самом деле ничего и нет. Все нас знают. Это для счета. Вот ты свои там, помнишь, говорил ты им, что вы это панику-то наводите. Это обыкновенный там счетчик, там лампочка или как. Так, еще в этом нету. Это не я делаю вот это сделал, это мне. Но люди, которые умеют делать, вот так вот сделали. Вот только щакнул. Опять перешли. Так, сейчас, минуточку, я может быть опять найду, где это наше там. Так, минутку. Так, мы уменьшим и погасим. Так, хорошо. Теперь нужно найти скайп. В скайпе это у нас тот человек, который работает. Бог дал его, Новиков. А он как раз работает в кадастровом там каком-то. Вот смотри, сейчас мы найдем, где есть. Это я ему скидывал, которые фотографии дал. Он сейчас готовит несколько файлов. Вот. Вот так. Ну-ка, подождите. Смотрите. Через гугл. А вот теперь показано, это наша местность. Как-то передвигать надо, вот она. Это Потеряевское место, вроде бы. Тут надо посмотреть еще как. Я это не знаю как, и ничего не могу сказать. Сейчас я... Где она? Опять ушел. Наверное, не надо было гасить-то, нет? Вот теперь. А он мне говорит, а это место, это же место сверху. Какое место? Вот она. А, это наша барна, вот где мы сейчас находимся. Тут где-то улица надо. Где улица, куда идет. И потом приблизить ее. Ползунова-то, вот она. Ползунова и где-то 6 здесь. Вот 6. Вот она 6. А что тут? Как его выяснили? А так? Вот так, ага. Да-да-да-да-да. Накручивайте. Вот так. Вот она. Смотри. Вот это она же до высветила. Смотри, вот она. Видите? Сначала сверху, а теперь с этой... А теперь вот я вот сейчас передвигаюсь сюда. Вот она. Улица. И главное, даже вода из колонки тещет, и видать. Вон человек сидит. А как-то... А как-то... А как-то! Продолжение следует...